Витамин Представляем витамин, интересно будет с ним Он не только для здоровья, но еще и для ума Повторяйся, собирайся, поспеши, коте двора Будет весело, задорно, познавательно, ура! Всем привет! Это передача Витамин и мы ее ведущие Тимофей и Соня В сегодняшнем выпуске вы увидите, как приготовить парфе с йогуртом Узнаете, как из подручных материалов смастерить брелок для ключей А спортивный ребенок расскажет, что самое главное в индийских танцах Доктор Витаминкина объяснит, почему хрустят пальцы Оставайтесь до конца, вам понравится Соня, у тебя на ключах висит брелок? Конечно! Вот, смотри А у тебя? Понимаешь, постоянно куда-то их деваю, уже устал новые покупать А ты не покупай, сделай из подручных материалов А из чего? Арина сейчас покажет несколько вариантов Уверена, ты сможешь что-то выбрать Смотрим рубрику Лови лайфхак Всем привет! Небольшой брелок это не только практичный и декоративный аксессуар Но и отличный подарок Сегодня я хочу предложить несколько идей Как легко и просто сделать брелок своими руками в виде помпона Наматываем пряжу на вилку Затем перевязываем ниточкой И разрезаем клубочек с двух сторон И фиксируем колечко Брелок готов Из детальки от конструктора Колечко приклеиваем к верхней части брелока с помощью термоклея Вот такой замечательный брелок у меня получился Из пластмассовой игрушечной машинки получится отличный брелок Для этого понадобится приклеить заготовку для брелока к изделию Вот такой миленький брелок у меня получился Сегодня такой аксессуар как брелок Это не только необходимый атрибут повседневной жизни Но и симпатичная вещица, которая сопровождает каждого из нас Выбирайте понравившийся вариант и вперед Ну а с вами была Арина Пока-пока Тимофей, ты пальцами любишь хрустеть? Вот так? Да А ты знаешь, почему это происходит? Э-э, как-то не задумывался Давай сейчас посмотрим рубрику «Просто о здоровье» Доктор Витаминкина подробно расскажет об этом процессе Добрый день, с вами рубрика «Просто о здоровье» И я ее ведущая, доктор Витаминкина Доверняка каждый, у кого хрустят суставы на руках Задавался вопросом, почему это происходит? А еще возникает опасение, а вдруг хруст является сигналом какой-либо болезни И можно ли вообще хрустеть пальцами на руках? Предлагаю сегодня это обсудить Суставы скрепляют между собой кости, фаланг пальцев Но когда суставы растягиваются слишком сильно, в сеновиальную жидкость попадает воздух Сеновиальная жидкость является смазкой Препятствует стиранию костей Образуется пузырек из воздуха Когда сустав стоит на место, то пузырек из жидкости лопается Таким образом и происходит чулчок По мнению большинства врачей, хрустеть пальцами вредно Так как это приводит к разбалтыванию суставов И надо от такой привычки поскорее избавляться Чтобы избежать данного явления, следует соблюдать ряд несложных правил От доктора Витаминкиной Большую нагрузку на пальцы испытывают при набирании текста на клавиатуре Чтобы ее уменьшить, следует сидеть перед монитором с ровной спиной Немаловажную роль играет и режим питания Необходимо регулярно употреблять в пище семечки А также орехи и растительные масла Полезным считается костный бульон Важно также обеспечить организму полноценный питьевой режим Так как недостаток воды приводит к уменьшению смазки в каждом суставе Думаю, я смогла ответить, почему хрустят пальцы на руках Если у вас есть такая привычка, поскорее от нее избавляйтесь А если у вас возникнут вопросы ко мне, задавайте их в моей группе ВКонтакте Адрес вы увидите на ваших экранах А с вами была я, доктор Витаминкина Будьте здоровы, пока-пока, до новых встреч Ты знаешь, что сегодня готовит Ярослава? Ну, наверное, какой-то интересный десерт Ты угадала! Сегодня ведущая рубрики Кулинариус готовит парфе из йогурта Парфе? Это еще что такое? Сам не знаю, скорее осмотрим сюжет Привет! Сегодня я предлагаю приготовить йогуртовое парфе Парфе в переводе с французского означает безукоризненный и прекрасный Эти слова идеально подходят для описания этого вкуснейшего холодного десерта Из йогурта, фруктов и ягод Для приготовления нам понадобятся Йогурт, банан, хлопья, изюм, грецкие орехи и клубника Банан и клубнику порезать кружочками Орехи мелко порезать В емкость добавляем ягоды, фрукты и хлопья Немного заливаем йогуртом Посыпаем изюмом и орехами Снова добавляем хлопья, ягоды и фрукты Заливаем оставшимся йогуртом И посыпаем изюмом и орехами Готово! Вы с легкостью можете заменять одни фрукты другими и каждый раз получать новый десерт Мне кажется, один раз попробовав, дети и взрослые полюбят это легкое приготовление, а также полезное лакомство С вами Готелла Ярослава, приятного аппетита! Соня, вы на уроке труда шьете? Да, бывает! Недавно шили передник Кстати, у меня очень даже аккуратный и красивый получился, а что? Ну раз ты занимаешься шитьем, тебе наверняка нужна красивая и функциональная игольница, да? У меня уже есть одна игольница, но она очень маленькая и совсем неудобная Смотрим рубрику Сундук-Сокрович Майя покажет, как сделать оригинальную и удобную игольницу Внимание на экран! Смотрим рубрику Сундук-Сокрович Майя покажет, как сделать оригинальную и удобную игольницу Внимание на экран! Всем привет! Игольница – это главная помощница рукодельницы Они бывают самых разных форм и размеров Для ее создания в ход идут разнообразные материалы И получается оригинальная вещь. Я предлагаю сделать функциональную игольницу из банки. Итак, нам понадобится фетр, плотный картон, наполнитель, ножницы, декоративные элементы, ленточка и бусинки, баночка с крышкой, термоклей. Нужно подготовить подушечку и угольницу для декорирования крышки. Для этого вырежем круг из фетра, в два раза больше диаметру крышки, и картонный круг, равный диаметру крышки. Приклеить наполнитель и картон для более прочной фиксации. Клеем зафиксировать ткань вокруг картонного круга, при этом прижав наполнитель. Готовую подушечку приклеить к крышке банки. Сдекорировать баночку. Такая баночка, кроме подушечки для иголок, послужит еще и местом хранения для всяких мелких пусинок или пуговиц. Таким образом мы получаем практичную и красивую вещь. С вами была Майя, творите вместе со мной. Пока-пока. Всегда, когда смотрю индийские фильмы, не могу оторвать взгляд от их ярких костюмов и танцев. Согласен, это очень красиво. А давай прямо сейчас окунемся в Индию. Я за. А как мы это сделаем? Наша следующая героиня, участница рубрики «Спорт детки», уже давно занимается индийскими танцами и готова прямо сейчас показать нам все свое мастерство. Смотрим! Всем привет, меня зовут Настя, мне 9 лет и я занимаюсь индийскими танцами уже 2 года. Я решила заниматься индийскими танцами, потому что я люблю Индию, люблю индийские танцы и мне это нравится. Он один из самых старых танцев на земле. Настя очень одаренный человек, она и поет, и танцует, и умная девочка, очень хорошо учится, исполнительная. Старается максимально выполнять те задания, которые мы ставим на занятия, они зачастую сложные, потому что танец предполагает очень много и теории, и практики, и выносливость должна быть. То есть не каждый даже взрослый человек выдержит, но она молодец. Индийский классический танец, то есть индийских танцев есть очень много, данное направление называется бхаратнатьям. Это древний храмовый индийский классический танец, который изучается по канонам, то есть это не просто импровизация какая-то, как в современных танцах, да, а конкретные наставления от учителя, передача информации от учителя. Ну, его сравнивают зачастую с динамичной йогой. Танец интересен тем, что в нем сочетаются просто необыкновенно красивые формы, также он имеет большую театральную часть, да, то есть выразить какие-то определенные эмоции. Нам необходимо, опять же, являться не только танцором, но и артистом. Индийский танец развивает во мне чувство ритма, женственность и интеллект. Осанка, да, растяжка, естественно, чувство ритма, что сказала Настя, заметила, но, как я считаю, самое главное, это все-таки интеллектуальное развитие, потому что у нас очень много нужно всего запоминать, и в процессе танца мы должны контролировать глаза, голову, руки, пальцы, ноги, и все это в движении. У меня есть любимое движение, оно называется АДОВУ, потому что оно красивое и интересная геометрическая форма. Занятие начинается с пранама, потом растяжка, дальше повторение АДОВУ техники и сами танцы. Пранама, это, он делается в начале занятия, ну, как бы, приветствие. Благодаря занятиям индийскими танцами я построенела и у меня улучшилась осанка. Мужчины, женщины, дети, пожилого возраста, люди все могут заниматься, это даже улучшает здоровье, даже улучшает самочувствие, ну, естественно, придает определенное состояние, не только эмоциональное, но и духовное. Друзья, передача подошла к концу. Надеемся, вы провели время интересно и с пользой. Ну, а на сегодня мы прощаемся. С вами были Тимофей, Соня и передача Витамин. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!